Семья косулей в галстуках, леопарды на деревьях и милая чебурашка. Здесь пингвины мирно соседствуют с тиграми, а медведь угощает пеликана рыбой. Такую сказку можно увидеть в столичном дворе по улице Седых, 30. Забавные фигурки животных и мультипликационных персонажей, хоть и из пенопласта, но как настоящая скульптура. Хозяин экзотического уголка – местный пенсионер Анатолий Владимирович Ждан, газоэлектросварщик по профессии, художник и фантазер в душе. Идея преобразить родной двор пришла ему в путешествии по родной Беларуси. С женой поехали отдыхать на водохранилище Пщич. Там при дороге, кафе, я увидел аистов. Тоже самодельная такая, но мне так захотелось на свою избушку поставить, тоже сделать аистов. Естественно, глину месить не могу. Зервы, тем более, резать – это столько много инструментов разных. По дороге попался пенопласт. Материал великолепный, не гниет, воды не боится, мороза не боится. Легко обрабатывается. Сделал сразу аистов. Мне понравилось. Кто-то сказал, говорит, так сделай аистенка, сделай аистенка. Ну а потом, как увижу пенопласт, поехала. Так на одном дыхании всего за 4 года мастеру удалось создать чудо-зоопарк. И вот уже 10 лет к нему не зарастает народная тропа. Здесь есть на что полюбоваться и с чем сфотографироваться детям и взрослым. На Минскую достопримечательность приезжают посмотреть гости из России, Германии, Англии и каждый раз удивляются энергией и таланту Анатолия Владимировича. Сам мастер скромно признается, что никогда не считал, сколько жильцов зверинца. Главное – придумать каждому свой образ, подобрать яркие краски и найти подходящее место. Ванну для белых медвежат и лебедей или дерево с кокосами для панды. И хоть расширяться во дворике некуда, работы хватает на каждый сезон. Я не знаю, почему берозу так спилили, а оставили пень. Уже на пне поставил двух аистов. А это с мультика. Ну, погоди. Кровое зеркало. Помните? Волк – вы запрещен щупленький. А заяц – о. Вот я его, заяц, и нарисовал. О. Но каждый год после зимы сороки, вороны – это очень мягкий пенопласт. Они клюют. И после каждой зимы, весной, начинаем приводить зверинец в порядок. Полки от старых холодильников превратились в забор для вольера. У Анатолия Владимировича в ход идет любой материал, даже тот, что уже лежит на мусорках. Так, жесть и арматуру подбирают возле строек, а пенопласт – в коробках от техники. К слову, на одного медведя уходит несколько коробок от телевизоров. Работа непростая, даже ювелирная. Всю зиму Анатолий Владимирович вырезал из пенопласта боровички. Атмосфера сказочная. Анатолий, как папа Карла, только вместо дерева – пенопласт. А начинается все с рисунка будущих лебедей на листе жести. Если Анатолия Владимировича впечатлила какая-то картинка животного из книги или раскраски, он тут же фотографирует ее на свой телефон, делает эскиз и может сутками творить в родном гараже. По этому контуру я вырезал, и сюда я потом поставил арматуру. Закрепил проволочкой в нескольких местах. И начинаю клеить пенопласт. И вот я начинаю обрезать. Беру наждачную бумагу. И вот смотрите, видите, как она легко обрабатывается. Очень легко обрабатывается. Благодаря помощи местного ЖЭСа хозяин зоопарка соорудил замечательный ручеек. Анатолий Владимирович не раз получал грамоты за лучшее благоустройство двора. Коренной минчанин такой оценкой дорожит, но больше всего любит, когда его творчеством восхищаются люди. Он признается, что интересных дворов должно быть больше, ведь из них складывается картина уютного города. Ну а Даша моя такая. Спасибо, дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни. Мне 76 лет, и я чем-то занят. Как другие мне говорят, даже в нашем дому. Трудоволик. Люди приходят, я мне с удовольствием рассказываю, пожалуйста, делайте. Жаль, не все гости зоопарка ведут себя культурно и не задумываются, какой труд скрывается за этими фигурками животных. Обязательно каждый хочет дотронуться и за хвост потрогать. Только не успею приклеить, смотрю, опять хвост оторвался. Скоро в зоопарке распустятся тюльпаны, розы, георгины, и животный мир наполнится летними цветами и запахами. Заглянуть в необычный дворик на улице Седых, 30, стоит еще и потому, что здесь, помимо ярких пернатых из пенопласта, вы сможете увидеть уникальную голубятню и старинный скворечник. А рассказывать истории об уютном городе и минчанах, которые делают его таковым, мы продолжим в следующих выпусках программы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok